Миллиардер Сесил Чао – один из богатейших жителей Китая. Он построил империю элитной недвижимости в Гонконге и может позволить себе все, что угодно – роскошные автомобили, яхты, частные самолеты и самых красивых женщин. Единственное, что миллиардеру пока так и не удалось сделать – это найти идеального спутника жизни для его родной дочери Джи Джи Чао даже за впечатляющее вознаграждение в 180 миллионов долларов. Как и любой отец, Чао хочет, чтобы его 39-летняя дочь вышла замуж и родила ему внуков. В 2012 году Сесил впервые взял инициативу в свои руки по поиску перспективных женихов для своей наследницы. Его метод отличался оригинальностью. Он открыто объявил о том, что отдаст 60 миллионов долларов тому человеку, в которого влюбится его дочь и за которого она будет согласна выйти замуж. Несмотря на такое щедрое преданное, желающих стать зятем миллиардера так и не нашлось. Тогда Сесил Чао увеличил ставки и пообещал выплатить жениху дочери 180 миллионов долларов. Однако этот метод оказался безрезультатным. Джи Джи категорически отказывалась принимать любого воздыхателя. К слову, в числе претендентов были как нищие и голодранцы, так и мужчины королевских кровей с многомиллионными состояниями. Как оказалось, Джи Джи испытывает глубокую страсть к женскому полу, а не к мужскому. Девушка отказала более 20 тысячам парней, по той причине, что вот уже более 10 лет состоит в лесбийской связи с девушкой по имени Шон Ив. Отца, к слову, совершенно не смущает, что его дочь уже связала себя брачными узами с подругой, зарегистрировав брак в Париже. Сесил уверен, что деньги когда-нибудь сделают свое дело и станут своеобразным ключом к прозрению Джи Джи. Кстати, а вы бы поступили своим принципом за деньги? И если да, то за какую сумму вы бы сделали неприемлемое для себя действие? Напишите в комментариях. Сама же Джи Джи отказывается потворствовать прихоти отца и жениться на человеке, который выберет ее исключительно из-за денег, оставив при этом Шонну совершенно одну. В одном из интервью Сесил сказал, «Я не хочу вмешиваться в личную жизнь моей дочери, я только хочу, чтобы у нее был счастливый брак, дети, а также чтобы она впоследствии могла наследовать мое дело». Он считает, что у Джи Джи еще более чем достаточно времени, чтобы изменить свою сексуальную ориентацию и найти свое счастье с человеком, который будет управлять их семейным бизнесом вместе с ней. В ответ на увеличение отцом цены за преданное, Джи Джи опубликовала письмо в одной из гонконгских газет, в котором написала, что выйдет замуж за мужчину лишь тогда, когда ее отец тоже выйдет замуж за мужчину. Девушка счастлива в компании своей подруги и менять что-либо в своей жизни не намерена. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!